Я попытаюсь рассказать то же самое, только, что называется, тономами. Потому что мы все-таки надеемся на то, что мы каждый раз сможем придумать какое-то вот такое преобразование, какую-то такую алгебраическую штуку, невозможно. А особенно важно, что нам нужно будет доказывать, что для пятой степени такой алгебраической игры вообще нет. А когда вы доказываете, что чего-то нет, вам нужно глубоко понимать, по какой же причине его нет. Когда есть, достаточно просто показать, вот оно есть и все. А когда нет, это гораздо более интересная, гораздо более содержательная штука. Замечательно. Я сначала скажу вам о том, как, что называется, по науке, можно было решить уравнение третьей степени. Вы помните, что в прошлый раз у нас была формула Кардана, но она не называется формула Кардана, потому что он ее опубликовал, но на самом деле придумали ее совсем другие люди. В общем, подробную историю я просил вас прочитать и так далее. Дело не в том. Дело в том, что там тоже был некоторый алгебраический трюк. А вот сейчас попытаемся подумать, а можно ли было это сделать без трюка. Поехали. Как выглядело уравнение? Ну, то есть, мы умеем к такому сводить при помощи замены, это легко. На самом деле, нужно уметь решать такую уравнение. Вы помните, что корней у этого уравнения три. И вообще, любой многочлен, у которого есть три комнаты, по идее, разлагается на такие множители. x-x1, x-x2, x-x3. Это должно равняться x2 плюс bx плюс 2. Отлично. Раскрываем скобки. Это в прошлый раз мы уже все делали. То есть, если раскрываешь скобки, то получается так. Вот здесь x1 плюс 2 плюс x3 умножить на x2. Дальше пошли попарные произведения. И дальше произведения трешки. Замечательно. Что это значит? Это значит, что коэффициент при x2 у нас 0. То есть, сумма x-x это 0. Дальше. Сумма попарных произведений. Сумма попарных произведений. Это будет b. x1, x3, x2, x3. Это b. И, наконец, произведения этих самых корней. x1, x2, x3. Это минус q. Вот надо фактически решить систему из трех уравнений. Обратите, пожалуйста, внимание, что решение одного уравнения третьей степени. Это на самом деле то же самое, что решение системы из трех уравнений. Правда, вы сразу скажете, а как это так? Ведь бывает, что уравнение третьей степени имеет только одно решение, а бывает, что два. Ребята, это называется основная теорема алгебрии. Любой многочлен, степень которого больше или равна единице, то есть это непостоянный, имеет комплексный корень. То есть, если вы считаете все не в области вещественных чисел, а в множестве комплексных чисел, я все буду объяснять тебе, пожалуйста, не надо беспокоиться, что кто-то что-то не знает, то корень обязательно есть, а значит, он выносится вот так вот в виде скобочки, и, соответственно, на самом деле действительно получается такая система. Хорошо. То есть, про комплексные числа, когда мы расскажем, то вы это до конца все поймете. А вот теперь давайте тщательно смотрим внимательно на эту систему. Главное ее свойство – это симметрия. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Если здесь поменяешь местами х-1 и х-2, естественно, везде поменяешь местами, то произойдет следующее. Вот они поменялись местами. Здесь не поменялось ничего вообще. Вот эти два слагаемых поменялись. Здесь тоже ничего. То есть, любая перегмирация, любая перестановка вот этих корней не меняет эту систему. Могут меняться слагаемые местами, но само уравнение не меняется. То есть, она выдерживает всевозможные перестановки на этих самых нюансах. Замечательно. Теперь давайте обсудим. Я сейчас буду все делать во много раз медленнее, чем в прошлый раз, но зато, что, знаете, пытаюсь по науке, пытаюсь параллельно объяснять, что такое симметрические выражения и так далее. Итак, вот это называется элементарное симметрическое выражение от трех переменных. Давайте договоримся вот это обозначать сигма первое, это сигма второе, это сигма третье, и вообще сигма катая, это сумма по к букву. Заметьте, пожалуйста, сигма четвертая от трех неизвестных, это уже ноль. Сигма пятая и так далее, это уже все нули, потому что просто разных индексов не напасешься. Если вам нужно четыре, а всего это у нас ускорежение только три. Так вот, это называется элементарное симметрическое выражение от трех неизвестных. Значит, система выдерживает все симметры. Давайте подумаем, какие вообще бывают перестановки на множестве трех элементов. Ну, как какие? Когда у вас есть какой-то треугольник, здесь мне на самом деле больше всего нарисовало число 1, 2, 3, то можно его вращать, а можно переворачивать. Замечательно. Давайте выпишем. Сначала выпишем все ситуации, когда мы ее крутим. Крутим на ноль градусов, вершины остались на своих местах. Поворачиваем на 120 градусов против часовой стрелки, у нас получилось так. Ну, давайте так. Я здесь пишу то, что переходит, а здесь пишу, куда переходит. Итак, либо 1, 2, 3, это остались на местах, либо, что у нас произошло? 2 перешло в 1, 1 перешло в 3, а 3 перешло в 2. Или другой вариант. Если крутим еще сильнее, на 240 градусах, тогда единица перешла в двойку, двойка прокрутилась в тройку, ну и, соответственно, тройка в единицу. Заметьте, пожалуйста, треугольник при этом как лежал, так и лежит, только повернулся. И совсем другая ситуация. Когда есть тот же самый треугольник, и мы его переворачиваем. То есть, делаем относительно какой-нибудь прямой симметрию. Вот, например, делаем симметрию относительно вот этой вот вертикальной прямой, тогда единичка переходит в единичку, двойка куда? Двойка в тройку, тройка в двойку. Относительно другой прямой будет так. Двойка останется на месте, а эти поменяются. И относительно еще одной прямой. Единица и двойка поменяются, а тройка останется на месте. Ребята, я далек к мысли, что вы не понимаете, как меняются местами три числа. Разумеется, да, есть даже пословица, в трехсловках мы соблюдимся, да? Вот, разумеется, вы это все понимаете. Но важно, что для решения уравнения пятой степени нам потребуются свойства группы перестановок на пяти элементах. И фундаментальное обстоятельство будет такое. Группа перестановок на трех элементах разрешима. Группа перестановок на пяти элементах неразрешима. Вот надо будет знать, что такое разрешимая группа. Это вполне конкретное математическое свойство, а не какое-то там, так сказать, абстрактное. И нужно будет это постараться будет понять. Хорошо. Почему я записал их в виде двух-татих столбиков? А вот почему. Это так называемые четные перестановки. Это перестановки нечетные. Давайте поймем, что такое четное, что такое нечетное. Если вы проводите отрезок от числа к тому, во что оно перешло. Ну, например, вот эти три отрезка провели, они вообще-то друг не пересекаются. Или, если вы здесь проводите вот так вот к единичке, к тройке и от двойке к двойке. Сколько пересечений? Два. Два пересечения? Совершенно верно. Или, так я, чтобы не портить, то есть один, два, три и нижняя строка. Два, три, один. Два, три, один. Сколько здесь пересечений? Два. Два. Замечательно. А вот здесь ситуация совсем другая. Если вы посмотрите от тройки к тройке, от двойки к двойке, сколько пересечений? Одно. Ребята, когда четное количество пересечений называется четная перестановка, когда нечетная перестановка называется нечетной. Ну, конечно, вы можете начать меня спрашивать, интересно, а если я проведу отрезочек вот не так, а как-нибудь петлять начну? Ну, во-первых, никакой понять, что как раз четность-то не изменится. Единственное, что нельзя проводить через одну точку несколько линий, и нельзя, чтобы они касались. А вот если все время именно перестановка, вот, а сейчас вы поймете, почему. Потому что есть очень важное выражение от трех переменных, которое совершенно замечательным образом ведет себя под действием этих перестановок. Давайте я его выпишу. Оно вот какое. х1-х2 умножить на х1-х3 умножить на х2-х3. Господа, вот давайте это выражение будем сейчас исследовать. Почему мне это очень важно? Потому что оно сохраняется при любой четной перестановке, и оно меняет знак при любой перестановке нечетной. Давайте я покажу пример. Вот если я пишу вместо х1 везде 3, х3, вместо х2 я пишу так, а вместо х1, а вместо х3 я пишу х2. Поехали. Там, где было х1, разрешите написать х3. Там, где было х2, я пишу х1. Там, где было х1, я пишу х3. Там, где было х3, я пишу х2. Так, здесь пишу вместо х2 х1. Все же понимают, да? И, наконец, вместо х3 пишу что? х2. Господа, посмотрите, что у меня произошло. У меня вот это вот, х1, х3, х3, а здесь, а здесь вот у меня поменялся знак. Дальше, х1, х2 знак не поменялся. А здесь что? Тоже поменялся. Господа, давайте назовем беспорядком ситуацию, когда... Или наукообразная инверсия, да? Ну, понятно, вот у нас есть два числа, которые в этой строке стоят в каком-нибудь порядке, а в этой строке в противоположном порядке. Так вот, четность перестановки, это в точности, четность количества таких вот беспорядков. Или другими словами четность количества пересечений. Я ее все правильно говорю? Потому что каждое такое пересечение, это и есть то, что они здесь стояли 1,3, а здесь стояли 3,1. Вот вы видите, что под действием такой вот перестановки выражение два множителя поменяли знак, четное количество, значит, знак на самом деле не изменился. Отлично. А теперь посмотрите, что здесь. Переставились х2 и х3. Все понятно. У вас одна скобка поменяет свой знак. То есть, ребят, заметьте, пожалуйста, когда у вас есть какое-нибудь хитрое выражение от корней х1 и х2 и х3. Давайте я напишу какое-то такое совсем странное выражение. Не знаю, там 15х1 плюс 29х2 в шестой степени минус 5х3 в шестой степени. Как вы думаете, сколько, скорее всего, значений получим из этого выражения при всевозможных перестановках на трех элементах? Перестановок сколько? Шестой степени. Шестой степени. Шестой степени. Значит, скорее всего, ну, может быть, случайно быть, что если в позу, то вообще скорее всего, они все будут разные. Скорее всего, будет шесть разных чисел. А вот я, когда пишу более симметрическое выражение, вот такое вот, то вариантов всего два. Под действием четных перестановок оно вообще меняется, а под действием нечетных перестановок это выражение меняет свой знак. Это означает следующее, что если его возвести в квадрат, что будет делать? Оно вообще не будет меняться под действием этих самых перестановок. Согласны? Вот. Значит, если я везде нахожу в квадрате, то произойдет, что замечательный степень? Я получу число, которое никак не меняется при всех шести перестановках. А вот потом нам нужно доказать, что те выражения, которые не меняются, это на самом деле выражения, которые можно выразить через элементарные симметрические рентгенции. То есть в нашем конкретном случае через П. Ребята, я, конечно, понимаю, что сейчас могу показаться вам немножко скучным. Однако, я считаю, крайне полезным и даже необходимым для понимания всей этой науки, чтобы мы с вами сейчас взяли и все-таки убедились, как же вот это вот выражение, как же вот это вот выражение, между прочим, оно так же, как в случае квадратного уравнения, называется дискриминант. Вот если вас интересует, что такое дискриминант уравнения n-й степени. А вот что? Это надо взять для любых двух корней разность, возвести в квадрат, и все это перемножьте. Во всем паре, да? Так вот, как же дискриминант уравнения третьей степени выражается через его коэффициенты? Оказывается, есть на этот счет простая штука. Основная теорема о симметрических функциях. Звучит она так. Любой симметрический многочлен от в данном случае от трех, хотя это на самом деле любое количество верно, от x1, так и так далее, xn выражается в виде многочлена от σ1, σ2, σ3, так далее, σn. То есть по этой самой основной теории о симметрических функциях я могу выразить вот это выражение через эти штуки.